Быть работе руки Даниэля Шульца или не быть, вот в чём вопрос. За ответом обратились на малую родину живописца. Девиз столицы польского поморья обнадёживал Гданьск море возможностей. Однако в Минске у раскрытого реставраторами портрета Януша радивила дискуссия. Затяжная, к экспертам не ходи. Редко подписывал свои картины. Зачастую приходится распознавать художника по стилю. Даниэль Шульц у нас представлен на стационарной выставке старого гданьского искусства. Есть три его работы. До визита прислали свои образцы иконографии князя, известного и в Беларуси, и в Польше по роману «Потоп» Генри Хосенкевича. За кадром сегодня посещение запасников. Мол, ангелы-хранители берегут вещи из невошедшего ещё в каталоге. Неизвестный художник первой половины 17 века. Портрет мужчины какого-то второй половины 17 века. София Елизавета Радзивилл-Бранденбургская. И вот вопрос. Сегодня на 25 изображений в исторической галерее музея нужно пролить свет. Это совсем не тонкие лучики, которые усиливают смысловые акценты постоянной экспозиции. Операция и атрибуция ожидает портрет магната. Долго считали, это князь Михаил Тверской. Среди героев нескольких версий также монарх Стефан Баторий. Гданьский художник. Возможно, информация к размышлению рядом с чёрной панной несвежа. В Польше около тысячи музеев. Данные сверяли недавно. Что касается национальных, это более узкий участок. И здесь институция в Гданьске, можно сказать, одна из ключевых. Это очаг очень высокого класса реставраторов именно такого типа живописи. Общий фонд 60 тысяч раритетов. Сейчас в главном музее Гданьска вернется о живописи эпохи барокко. Полотна кисти Помарян, Анджиэстеха, Бартоламия Эстробеля, Питера Данкерс-Дерея. Есть чем сравнивать и у нас. Мы маем у своем сбору коляста портретов периода 16-го, 18-го стагодия, нелечащие портретов и 19-го стагодия. Несомненно, что будут и выставочные проекты Махчима в Гданьску, Махчима в Минску, может быть, супольные. Работы Даниэля Шульца нередко приписывают голландцам. Влияние Рембрандта очевидно. Картины Гданьского мастера отличаются безупречной техникой, глубоким цветом, вниманием к деталям. Достаточно в раскрытом портрете Януша Радзивилла. На каждые вопросы эксперты должны дать аргументированный ответ. Александр Матиас, Александр Зонов. Наши новости.